Есть на Киевщине небольшое село. Через село протекает речка. На берегу стоит верба. Красивая, кудрявая, купает свои ветви в тихой воде. Люди сказывают, жила в этих краях девушка Маруся. Невиданной красоты, но характером своей нравы и норовистой. Все парни засматривались на нее, но ей пришелся по сердцу Петру. И как выйдут они погулять, Маруся сразу бежит к реке полюбоваться своим отражением в воде. Моросенька, голубка моя, давай вечно будем вместе. Я пришлю сватов. Будь моей женой. Ой, что ты! От забот и домашней работы у меня полиняют черные брови. Потуть к ней и точи. Покроется морщина ли кожа? Всогнется мой гибкий стан. Подари мне вечную красу. Тогда я и стану твоей. Хорошо, зоренька моя. Я обойду всех волшебников и алхимиков в заморских краях, чтобы раздобыть тебе вечную красу. Повязал Петру Маруся на волосы алую ленту, а сам отправился в тайную дорогу. Прошло два года, а Маруся все одна. Подружек всех давно засватали. А она все глядит с утра до ночи в речную воду. И глаз не может отвести от своего отражения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вышел однажды на берег водяной из реки погулять с русалками и увидел Марусю. Сразила она его своей красотой. Удивился он этой красе и решил, что такая красавица непременно должна стать его женой. Не встречал я таких красавиц ни среди русалок моих, ни среди тех дев, что купаются в ракете. Будь моей женой. Будь моей женой. Станешь водяной царицей. Я для тебя сделаю все, что пожелаешь. Я имею великую силу. Если ты всесильный, то сделай так, чтобы мой прекрасный образ вечно отражался в зеркале воды. А я с каждым годом становилась все краше. Тогда я и пойду к маме за благословением. Смекнул водяной, что девушка хочет его обдурить, получить вечную красу и сбежать. И решил ее наказать. Хорошо. Будет так, как ты хочешь. И превратил ее в лакучую вербу. Будет твоя краса вечно отражаться в моих водах. А я буду целовать твои корни, купать и нежить твои зеленые косы. Сказал такие слова водяной. И уплыл с русалкой. А верба осталась одна. Маруся захотела позвать на помощь, но вместо крика послышался только шелест листьев. Хотела освободиться от коры дерева, но тонкие гибкие ветви только колыхались. И заплакала она. А слезы ее стекали каплями росы по длинным ветвям в воду. Вернулся с дальних краев Петро, горюя, что не смог найти вечной молодости для Маруси. Присел возле вербы и загоревал. И вдруг верба стала поглаживать его своими ветвями. Скочил испуганный Петро. Что за диван? И увидел средь ветвей алую ленту. Понял Петро, что это и есть его Марусин. Ну вот, и нашла ты, Марусинка, вечную красу. С той поры стали люди звать ее Петрова Верба. Она и сейчас стоит над рекой. Волны качают ее длинные ветви, а на стволе веднеется, потрепанная ветрами, алая лента. АПЛОДИСМЕНТЫ